Добрый вечер всем! Сегодня у нас 31 января 2024 года. 10 часов 25 минут у меня на часах уже вечера. Ну и в общем-то что? У меня Жанлюк пошел отдыхать. Немножко уже, знаете, утомился, потому что сегодня много дел у нас было дома, домашних. Ну что, я вам немножечко расскажу о нас. У нас такой чудесный день сегодня стоял. Не то чтобы холодно, не то чтобы жарко, но так это хорошо, знаете, солнечно было, что крайне-крайне редко в последнее время. Но зато к вечеру прям так похолодало, я закрыла все. Думаю, боже мой, что-то как-то холодно. Утром такой туман у нас, кстати, сегодня был очень сильный. Ну и сейчас обещают снова туманы. Ну, видимо, время такое, потому что вот видите, я еще Жанлюку говорю, слушай, весна у нас 15 градусов, говорю, весна самая настоящая. Он говорит, подожди, подожди еще, подожди, говорит, это еще только так кажется. Хотя уже, знаете, ну, в общем-то, в легкой одежде сегодня уже ходили. Ну, в каком смысле легкой? Ну, в кофте, короче говоря. В машине было, ну, не холодно. Вот. Ну, чем занимались сегодня? Господи, целый день чем-то занимались. С утра его привезла из его охотничьих угодий. В общем-то, он такой, знаете, очень довольный был, придовольный. Ну, ничего не сказала, я ничего тоже ему не сказала. Смотрю, никаких птиц нету, в общем-то. Ну, он с другом два дня у меня там отсидел на этих угодиях. Ну, короче говоря, охотились. Ну, ничего не на охотились. Как я поняла, ничего нету. Ну, и ладно, думаю, все, охота закончилась. Вот сегодня, сейчас закончится в 12 часов. Уже все, охотничий сезон пришел к концу. Ну, насколько я поняла, он прям рад, ранеханик, знаете, притащил все с собой. Целый мешок там, все, что, ну, всякие, в общем-то, все, как обычно забирает. Там какие-то консервы и прочее. Ну, для себя, что складирует у себя на угодьях. Все это притащил, все домой растарил. Все, в общем-то, смотрю, целые, целые баулы, короче, приволок с этих угодий. Ну, вот так вот, вот такие вот дела. Чем же мы еще занимались с ним сегодня? Знаете, у нас собака, ну, просилась так на прогулку, ну, прямо очень просилась. Знаете, как ребенок вот это, лапки поставит, просит нас погулять. А мы сегодня у нас, в общем, ну, короче говоря, я вам рассказывала, что тут мы все что-то меняем, переделываем, переставляем. Вот видите, сзади меня конструкция опять новая стоит. В общем, сегодня побежали в магазин. Я, Груженлюк, долго думала, думала, размышляла, что нам надо, что не надо. В общем, давай, говорю, купим вот, ну, вот такие, видите, ниши. Их можно всяко складывать, раскладывать по квартире. В общем, я все замерила, так как вчера у меня время было много, что-то по, ну, имеется в виду, так как я одна. Я тут измерила, замерила, все сбегала, посмотрела. Короче говоря, ну, вот пока еще не расставлено все, как говорится, ну, не на своих местах. Так, так просто вот поставила, посмотрела, что как будет. Ну, не хватает теперь у меня, несколько дверей нужно мне сюда купить еще, докупить, так скажем. Вот видите, там дверь поставили с той стороны, показываю сюда, вот там она, с той стороны дверь поставили, с другой стороны тоже. Там еще две двери. Короче говоря, мне еще три не хватает. Я не знала, какие мне и куда двери расставить. Ну, в общем, короче говоря, уже теперь определилась. Нужно еще одну стеклянную дверь. Она вот здесь стеклянная, вот ее, не знаю, видно, не видно. Вот эта вот первая дверь на втором этаже, она стеклянная. То есть нужно теперь еще одну вот сюда поставить. Короче говоря, знаете, так скажем, ну, всяких идей полно, всяких, в общем-то, как говорится, для творчества вот такие вот составные, составная мебель, она очень даже, ну, интересная достаточно, мне вот это вот нравится составлять, переставлять, что-то, в общем, думала-думала, что куда, с ним советуюсь. В общем, вот так вот. Вот чем сегодня занимали. Значит, сбегали в магазин и купили эти, они отдельными полочками, потом нужно их там по схеме конструировать. Он делает быстро все это у меня. А двери тоже купили отдельно, нужно двери поставить. Ну, в общем, вот такими вот делами. Они легкие очень, их можно мне одной переставлять, переделывать, в общем, короче говоря, вот что мы сегодня с ним и занимались. Магазин у нас такой, как я уже говорила, Жифи. Там недорогие вот эти полочки, достаточно они интересны для такой маленькой квартиры, как наша. Вот это все, знаете, достаточно много идей для, в общем-то, у кого, как говорится, у кого какая, ну, какие идеи у кого, какое видение вот этой вот дома. Он-то у меня хотел белые купить, говорит, белые, они сольются со стенами, их не будет видно. А я говорю, нет, я белая уже устала, к этой, говорю, как в больнице у нас все белое-белое, светлое-светлое. Хочется что-то такого потемнее. Ну, ему этот цвет сначала не понравился, а потом, когда все оформилось, он говорит, слушай, а ничего, смотрится неплохо. Как-то, говорит, так это веселенько получается. Ну, вот такие вот дела, вот что мы тут, чем мы занимались. Что ж, хотела вам я рассказать сегодня. Ну, как обычно, как всегда, я благодарю вас за ваши комментарии, большое вам спасибо. Там еще не совсем ответила, несколько комментариев было. Я вчера рассказывала о, ну, можно сказать, об истории любви моей подруги, о истории встречи. Вот, сейчас что-то как-то это актуально, я тут, знаете, тоже несколько раз смотрела, женщины много об этом говорят, есть блогеры, которые вообще посвящают свои видео, вот, поискам мужчин, там, прочее. Ну, я сама это слушаю, мне просто интересно, не потому, что я в поисках, а просто, знаете, ну, как бы сказать, тема для какого-то разговора. Вот, поэтому так вот стало, думаю, тема-то интересная многих, она, ну, как бы сказать, занимает такие темы о поисках мужчин. А я вам хотела бы рассказать сегодня, так, поделиться с вами моими наблюдениями, вот, о Жанлюке, в частности. Помните, я много раз вам всем рассказывала, тут жаловалась, ну, жаловалась, не жаловалась, я часто, часто об этом говорю, я часто рассказываю об его охоте, то, что это его такая, знаете, такая странная затея, странное занятие, оно у меня как-то, видите, сама я не охотница, и как-то сама раньше не сталкивалась, ну, с мужчинами, с охотниками, тем более такими, знаете, чтобы это прямо была вся его жизнь, допустим, да, охота. Вот, и как-то меня это немножечко все, как бы, напрягало, я все жаловалась, рассказывала, как это все, в общем-то, ужасно. Но, тем не менее, прожив с ним уже пятый год мы вместе, ну, уже вот так, знаете, тесно живем, так скажем, ну, в одной квартире вместе, быть у нас вместе, как говорится. И вот, вы знаете, по прошествии вот этих вот, вот этих лет, я, кстати, об этом вчера раздумывала, тоже у меня, как бы, знаете, такие, ну, мысли были по этому поводу. Так вот, я поймала себя на, как бы, на таких мыслях, я уже об этом, кстати, тоже вам говорила, что я, наконец-то, видимо, свыклась с тем, вот, с его, с этой охотой, с его, с этими поездками и прочими, ну, допустим, раз-два в неделю, ну, ну, пускай раз в неделю, вот в этот раз у него так стало, стало в этом году было, во всяком случае. Так вот, вы знаете, что мне, как бы, вот, нравится даже, ну, нравится, не нравится, ну, иногда хочется побыть одной, потому что в это время я, как уже сказала, и даже мне этого не хватает, вот два дня я была одна, вернее, день и половинку, и мне этого не хватило, вот, понимаете, я не насладилась вот этой вот спокойствием, тишиной, у меня настолько все порядок, настолько все прибрано было, никто меня не отвлекал, и, в общем-то, хотя, как я вам вчера рассказывала, дела у меня было по дому очень-очень много, вот, я-то к этому привыкла, я с этим свыклась, но получилось теперь, знаете, обратный эффект. Он-то сегодня приехал, ну, все вроде нормально, все хорошо, раз-раеханик, такой какой-то радостный, думаю, ну, наверное, охота удалась, другом хорошо, видимо, побыли, я у него ничего не стала расспрашивать, ну, не стала выспрашивать, как говорится. Знаете, стала жить по принципу, если человек хочет, он сам все расскажет. Так вот, ну, бегал, все, вот мы с ним оформляли, делали, покупали, а вечером так сел, расслабился, знаете, за стаканчиком, так скажем, ну, за рюмочкой, за бокальчиком, правильно сказать, за бокальчиком вина он сидел, ну, как обычно все французы, когда кушают, они вино выпивают, бокалы, это уж у них обязательно, можно сказать, ну, не все, а многие розовые, он любит вино, и вот он сидел, вино это расслабился, выпил, ну, и потом говорит мне, что-то голову аж прямо опустил, знаете, так и говорит, знаешь, я тут два дня вот был без вас, ну, без меня и без Райко, и говорит, я думал, я, говорит, чуть голову не сломал, думая о вас, то есть думал, думал, думал и думал, я говорю, да ты что, надо же, и что, говорит, ты думал-то, плохое или хорошее, а он говорит, я домой хотел, вот ты представляешь, говорит, я очень-очень хотел домой, сам оттуда уехать не мог, Ну и говорит, я даже сказал моему другу Вот на второй день, ну ночь одна прошла Я, говорит, ему сказал Ты знаешь, говорит, я хочу домой Он говорит, ну если И говорит, он так почувствовал Ну так прочувствовал, что я, говорит, хочу домой Он говорит, ну слушай, ты так страдаешь Если тебе так плохо, говорит Давай я тебя, ну на моей машине увезу То есть ему хотя бы совсем в другую сторону ехать надо было Он говорит, я тебя довезу, подвезу Ну что делать, раз хочешь домой После обеда, говорит, я уже все, вот ночь прошла И после обеда мне нужно уже идти домой Вот хочу, говорит, не могу Я, говорит, даже ночью проснулся И хочу домой Мне не хватает моей постели Мне не хватает моего райки И мне не хватает тебя Вот представляете, то есть получается Немножко обратный эффект Я как бы привыкаю к тому, что Ну время от времени мне нужно быть одной Я уже, видимо, ну как бы с этим Не скажу, чтобы смирилась А мне, я именно почувствовала вот этот вот Ну вкус, как говорится, вот Побыть одной Пожить для себя Там попить кофе Ну уж чем-то позаниматься своим Что мне больше нравится Вот Даже, знаете, прибирая в квартире Я и то стала находить в этом удовольствии Когда я одна Никогда Никто не мешается под ногами, как говорится Вот А у него получилось Обратно Он с такой радостью Закончил этот сезон Что я вот прямо вижу Он домой прилетел Я подумала от охоты Он такой, знаете, радостный А он, оказывается Такой радостный От того, что пришел Домой В дом И говорит А тебе Тебе я тоже не хватало Ну как я ему скажу Что мне его Я говорю Да, да, конечно Я думала о тебе Но у меня не было времени Говорю много о тебе Думать Вот такие вот дела Вот видите Как все интересно-то получается Перевоспитываем Перевоспитываем Получается Сами себя перевоспитали В общем, короче говоря Получается Все наоборот Вот А он себя По-другому Теперь чувствует Вот Даже там мне тебе не хватало Вот на охоте Ты мне тут нужна была Я говорю Ну надо же Как интересно Вот так Вот что-то еще хотела А, знаете, еще И был приятный момент Вот знаете Как бы сказать Я считала Что мужчины Не замечают Наших женских дел Вот все, что мы делаем Ну как-то делается И делается Я всегда об этом говорила И считала Что так оно и есть А он-то мне сегодня Вечером тоже Знаете Удивил меня Он говорит А ты знаешь Я посмотрел Сколько ты дел Передела Говорит За Ну вот За то время Пока меня здесь не было Я говорю Да, что-то заметила Он говорит Ты белье погладила Ты там Как ты узнал Что я гладила белье Он говорит Да я зашел Ну встал в свой шкаф Открыл свой шкаф С одеждой Смотрю Все по полочкам Разложила Все мои вещи Лежат Выглаженные стопочками А потом говорит Столько ты Перестирала Говорит Все чисто Все прибрано Мне так было приятно Потому что Как правило Мужчины наши Женские Вот эти Рабочие Какие-то моменты Но они это Не замечают Или считают Это каким-то Знаете Ну таким делом Вроде как Ну Ну вроде как Делается И делается Вроде как Это не так уж и трудно Но опять-таки Вот знаете Как что я хочу сказать Мужчины Которые какое-то Время жили Одни А он у меня Жил 14 лет Один Такие мужчины Они видимо Скорее всего Да Они знают Что такое Что-то делать Он тоже мне Часто говорит Ну что вот сейчас Вот допустим Вот он сел за стол Да Открывает свой телефон И пролистывает Какие-то новости Вот То есть ждет Когда ему Все это Ну поставят Вот А если бы он Жил один Как раньше Он бы пришел С охоты С этой со своей Ему нужно было бы Все постирать Стирку закинуть Потому что вещи Привозятся Ну надо все развесить Нужно что-то Приготовить Поесть Потому что Есть-то ведь Ничего не приготовят Или разогреть Или кто-то Никто же ему не подаст То есть вот такие вот дела И только потом Он мог бы подняться И допустим Отдохнуть Вот такие Вот такие вот Как бы реальности Вот И вот это Как бы он прочувствовал Я так поняла Что за вот эти дни Вот когда он без нас Был без меня И без Райки Он говорит Он долго-много Думал И размышлял Вот так Вот иногда Это кстати Очень-очень полезно И еще тоже Интересный момент Он говорит Когда вы поехали С Райко Ну привезли меня Говорит на охоту И поехали Я говорит смотрел Не видел Как я вам смотрел Мне говорит Показалось Мне так Так казалось Что Райка Смотрит Ну В окно И он на самом деле Смотрел Ну Окно машины И говорит Мне прямо Так оказалось Что он мне машет Говорит Своей лапкой В общем Вот такие вот дела У нас Райка Становится прямо Ну как Отчеловеченный Такой вот Собачка Отчеловеченная Ну и еще Я сегодня тоже Заметила Интересный момент О Райке А вы знаете Вот у меня Жанлюк Играет с ним Иногда в мячик Вот бросал Мячик ему И Райку Иногда Хватает мячик Лапами Представляете Вот он ловит Хочет поймать Лапами Но лапами У него не получается Он иногда Хватает подушку Вот Ну иногда Я отбираю У него подушку Потому что Не позволяю ему Таскать Подушки По дому Так он вот Лапами Прямо Вцепится В эту подушку Не зубами А лапами И не отдает В общем Такая хватка У него Прямо Очень Короче говоря Странный Такой Собачонок Вот Почему-то Не зубами Берет А руками Ну Лапками Вот такие У нас тут Новости Вот такие У меня Наблюдения В общем-то Вот такие Вот дела Ну С одной стороны Как бы Знаете Вот Вот так Люди Меняются То есть Мы Оказывается Ну Меняемся Я пришла К такому Выводу Жан-люк У меня Тоже Меняется Ну Лучшую сторону То есть Становится Домашним С другой стороны Знаете Я к чему Ну Почему Думаю Так происходит Потому что Все-таки Видимо Ему Дома Хорошо Вот Потому что Ну Видимо Вот этот Уют Ему Нравится То есть Мы Женщины Сами Создаем Так Как говорится Погоду В нашем Доме Вот И По всей Вероятности Ему Это все Интересно Вот Интересно Пойти Фильм Посмотреть Интересно Куда-то Погулять С нами Сходить Интересно Чем-то Ну Домашним Позаниматься Вот С таком удовольствием У меня Сегодня Мебель Эту Крутил Вот Ему Нравится Это все Он делает Вот Все Расставляет У меня В общем Помогает Ну Где-то Я ему Помогаю Где-то Он мне Помогает В общем Короче Говоря Оба Тут С ним И Работали Ну Вот Такое Видео У меня Сегодня Обо Все И Ни О чем А в общем То Знаете О том Что Наверное Все Таки Ну Все Таки К выводу Я Пришла Что Мы Люди Иногда И Мы Уже Взрослые Люди Иногда И Меняемся Вот Нас Жизнь Меняет Жизнь И Сами Мы Становимся Другими Вот Видите Как Хотя Вроде Как Вы Знаете Все Говорят Ой Да Уже Не Поменять Человека Да Вроде Как Он Всего Такой Будет А Нет Не Всегда Вот Ну Посмотрим Поживем Как Говорится Увидим Что Будет Дальше Ну Ладно На этом Я Мое Видео Заканчиваю А Всем Вам Приятного Приятных Снов Потому Что Уже Поздний Вечер Мы Сейчас Пойдем Смотреть По-моему У нас Там Фильм Вышел Александр Великий Александр Грант Ну Это Про Александра Македонского Наверное Не знаю Вышел он Или Не Вышел Потому Что Я Видела Его Рекламу Хочется Посмотреть Ну В общем Вот Такие Вот Дела Если Будет Интересно И Вам Расскажу На платном Канале Я Видела Рекламу Всех Вас Люблю Целую Я обнимаю Да Кстати Кто Будет Меня Смотреть Тем Доброе Утро Пока Пока И До Завтра